МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 марта 2015 года в Российском университете дружбы народов проходило ряд торжественных мероприятий. В этот день здесь подводили итоги двух больших международных конкурсов, направленных на развитие русского языка и определение идентичности гражданина Российской Федерации. За неформальным чаепитием с ректором Рудаем Владимиром Филипповым и президентом Союза армян России Ара Абрамяном впечатлениями делятся победители и лауреаты проводимых ими конкурсов. Первый конкурс под девизом «Меридиана русской речи» носит всемирный размах. В нем принимают участие люди и организации со всего мира. Конкурс проходит при поддержке президента Союза армян России Ара Абрамяна, который взял на себя не только финансирование масштабного проекта, но и активное продвижение заложенных в нем идей. Этот конкурс, он открыл очень много интересных идей, более тысячи работ поступило на конкурс, и только девять победителей, которые сегодня получили награды, девять коллективов. Хотя, подчеркиваю, более ста проектов были именно коллективные, а не одного только автора. Вот я, с одной стороны, еще раз хочу побударить Ара Аршавировича Абрамяна, а с другой стороны, поздравить за то, что у нас есть такие активные, а не просто формальные, очень энергичные члены Совета при президенте Российской Федерации по национальным отношениям. Владимир Михайлович подчеркивает, что поддержка Ара Абрамяна проектов, направленных на популяризацию русского языка, не случайна. Ара Аршавирович занимается этим со дня основания Союза армян России. На самом деле, я лично сотрудничаю с фондом Согласия с Ара Аршавировичем Арбамяном уже более 15 лет, начиная с 2000 года, когда президентом Российской Федерации стал Владимир Владимирович Путин, и тогда началась очень активная работа по поддержке и распространению русского языка в других странах мира. И я очень благодарен Ара Аршавировичу и его фонду за то, что он за эти годы провел очень много проектов. На двух конкурсах в разных номинациях победило 19 человек из 10 стран и различных регионов России. Все проекты, представленные на конкурс, уже успели завоевать популярность и пользуются доверием у тысячи людей. Как минимум три года развивались проекты, направленные на развитие русского языка. По обоим конкурсам было выделено по первому конкурсу 10 победителей, по второму 9 победителей. И вот сегодня, 18 марта, состоялась церемония награждения победителей двух конкурсов, на которые присутствовали ректор Российского университета и отклик среди множества-множества организаций, университетов и даже частных лиц, которые действительно готовы способствовать и дальнейшему развитию Российской Федерации. Награждение победителей проходит наряду с еще одной важной торжественной церемонией. Именно в этот день, после продления контракта, вновь на должность ректора вступает Владимир Михайлович Филиппов. Обещаю соблюдать устав Российского университета дружбы народов и приложить все силы для достойного выполнения миссии Российского университета дружбы народов. Клянусь! Владимир Михайлович Филиппов объявляется вступившим в должность ректора Российского университета дружбы народов. После церемонии вступления в должность ректора Владимир Филиппова первым поздравляет Ара Абрамян. Он высоко оценил старания Владимира Михайловича, направленные на повышение образовательного уровня страны. Вопустники Рудея становятся лидерами в своих странах и остаются друзьями России. Президент САР уверен, что благодаря энергичным усилиям ректора Рудея продолжают расширять границы русского мира. И те конкурсы, концепции которых разработаны в стенах Рудея, яркое тому подтверждение. Победители и лауреатов награждают Ара Абрамян и Владимир Филиппов. Один из проектов, победивших в конкурсе «Меридианы русской речи», осуществляется с 2010 года в Армении вице-президентом САР Владимиром Агаяном, который также возглавляет Армянский центр развития русского языка. Песня «Мост дружбы» – это самая масштабная программа, посвященная русскому языку, в котором задействованы практически все школьники Армении. Во всех школах проводили Дни русского языка и русской культуры. Во всех школах. И в рамках этих дней мы проводили многообразные, много профильные мероприятия, такие как музыкальная, литературная композиция, «Вечера русской поэзии», «Круглые столы», «Диспуты» и всякие. То есть создали такую культурно-языковую площадку, где каждый школьник, исходя из своих способностей и возможностей, имел возможность активно участвовать в мероприятиях. Владимир Балабыкович подчеркивает, что программы развития русского языка, которые финансируют САРы Абрамянам с 2000 года, помогают закрепить фундамент русско-армянской дружбы. И целевая аудитория выбрана после тщательного изучения вопроса. У нас в Армении 1400 школ, все школьники участвуют. Это та категория молодого поколения, которые родились в постсоверский период, вот тот период, когда русский язык и русская культура постепенно сдавали свои прежние позиции. И как раз мы выбрали такую аудиторию, чтобы их среди подрастающего поколения поднять имидж русского языка и русскую культуру. Ара Абрамян с улыбкой вспоминает, что в детстве у него не было возможности выучить русский язык, потому и решил помочь молодому поколению в его изучении. В Союзе армян России и Всемирный армянский конгресс более 15 лет проводят международные конкурсы, направленные на популяризацию русского языка. Первый масштабный проект мы провели в Армении в 2001 году. Это был международный конкурс, в церемонии подведения итогов которого принимали участие первые леди России и Армении. Это был довольно представительный конкурс, в оргкомитет которого выходили министры образования двух стран и заместители министров иностранных дел. И мы до сих пор продолжаем начатое дело. В последние годы мы трансформировали конкурсы, они теперь более интерактивны. Проводим фестивали русского языка и русской песни. И я с благодарностью отмечу, что президент Армении Сэр Сарксян и первая леди Рита Александровна всячески поддерживают нашу инициативу, участвуют в церемонии награждения. Фактически, это один из главных школьных конкурсов Армении. Свыше 400 тысяч школьников принимают участие. И это впечатляет и вдохновляет нас. Сотрудничество Союза Армян России с Российским университетом дружбы народов продолжается. После подведения итогов двух конкурсов в ближайшее время будет дан старт новым проектам.